Девы, с вами Ева Лехцер. Я вас рада приветствовать на своем канале. И для вас мы будем выполнять ваш таропрогноз на период с 18 по 24 октября 2021 года. В работе у нас сегодня таро закрученных историй и таро трансформации Ошо. Колоды не совсем стандартные, вы больше привыкли к событийному ряду, но так как многие из вас просили все-таки каких-то высокодуховных, высокопарных колод, поэтому взяла эти инструменты. Но посмотрим, что из этого получится. А вы настраивайтесь, пожалуйста, на работу, настраивайтесь на расклад. И будем с вами смотреть и анализировать, что же вам приготовит предстоящая неделя. Позитив недели, негатив недели и совет от карт. Что у вас здесь по факту? Ох, какие карты-то у вас. Сейчас объясню, почему здесь выпало задвольно. В этой колоде половина карт задвойной. И я сейчас объясню, почему. Здесь тройка пентаклей и два рыцаря жезлов. Только видите, в чем различие. Сначала пчела летит туда, теперь пчела летит отсюда. Это будет и маяться по работе. Это будет у вас столько проектов. Это знание стоит тут, иди сюда, вернись обратно. Поэтому неделя раздрая, неделя очень многих каких-то начинаний, поездок, переездок, командировок, общения, совмещения нескольких видов деятельности. Но здесь однозначно вам это пойдет на пользу, пойдет на благо. Потому что здесь, несмотря на вашу загруженность, вы здесь будете получать новые возможности. Потому что если здесь только как бы у вас есть идея, то здесь уже есть результат. Красные штанишки, видите? То есть это уже есть заработок, есть возможности, есть перспективы. Поэтому отчаяться по этому поводу вам не стоит. Будет прибыль, будет результат. И более того, это знаете, как возможность обойти острые углы, обойти конкурентов, ваших оппонентов, недоброжелателей. Возможно коллег, которые вам ставят палки в колеса. Но здесь карты показывают четко, что работа спорится, дело идет и здесь все в порядке. Если же эти арканы смотреть с точки зрения личной жизни, вы на данном этапе свободны. То, о чем здесь идет речь? В первую очередь для многих это знакомство на почве какой-то единой базы. Потому что тройка пентаклей это карта единомышленников. Это служебные романы, это романы с преподавателем, наставником, учениками, коллегами. Единомышленниками. То есть это может быть и партнер, вы можете ходить в секцию, в тренажерный зал. И вы можете ходить на какие-то курсы. Это может быть ваш коллега по работе. То есть здесь для каждого отыграется это по-разному, но тем не менее. Будет ли этот союз перспективным мы сейчас посмотрим. Но то, что для вас это будет спонтанно и неожиданно, это факт. Но могу сказать так, пот узу мечей это для того, что знаете, как вас резко прибьет к земле. Потому что вы вообще не будете этого ожидать. Но здесь поймите, по аркану маг, человек, который к вам идет с целью знакомства и отношений, это желание отношений легкого формата без обязательств. Потому что смотрите, несмотря на какие-то обещания, фокус не удастся. Ну то есть вы будете в качестве жертвы. Поэтому будьте здесь предельно осторожны. Так, для тех, ну жертвы я имею ввиду не в прямом смысле этого слова, потому что вы сейчас накрутите жертвой. И знаете, в плане эмоциональной привязанности, там будете по человеку там скучать, тосковать. А человек не будет отвечать взаимностью. Поэтому задумайтесь, нужно ли вам будет этот союз идти в своем отношении. Итак, для тех, кто находится в любовных треугольниках, какова здесь будет ситуация? Сила. Это желание удерживать кого-то силой. То есть, ну это вообще по этим картам, это применимо будет по отношению к вам. То есть не вы будете пытаться кого-то удержать, а кто-то вот прям щупальцами своими клешнями будет пытаться удержать вас в союзе, в отношениях, знаете, как не дать вам возможности уйти. Причем, если мы смотрим ситуацию для мужчин, то это будет со стороны супруги. Если мы смотрим ситуацию со стороны женщин, давайте объясню так. Если вы замужем, то это вы будете активно пытаться уйти с семейных взаимоотношений. Если вы свободны, не свободен ваш партнер, то это всеми правдами и неправдами его супруга, его партнерша будет пытаться удержать его в союзе. Хорошо, теперь смотрим и анализируем ситуацию для тех, кто в стабильных связях. То есть вы встречаетесь, сожительствуете, либо у вас семья и брак. То здесь по пятерке жезлов конфликты, конфликтные ситуации, причем смотрите, с чем они связаны. Финансовая сторона вопроса, а также для некоторых, что если кто-то находится в поиске, никак не может найти работу. Это будет вызывать какие-то вспышки гнева, раздрая, выяснения взаимоотношений. Почему это падает в позитиве, но это поможет сподвигнуть вам, вашего партнера или партнершу на какие-то действия, а не сидеть ровно попой на диване. Потому что здесь все-таки акцент на то, что идет нехватка ресурсов, что вы как пчелка трудитесь, летаете, все в дом, все в семью, но вы здесь не видите отдачи. Старший аркан жрица. Это еще попытки прояснить ситуацию, почему партнер так относится к этому вопросу. Не скрывает ли чего-то, нет ли здесь с его стороны каких-то тайных обманов в плане финансовых аспектов. Вот то, что идет по картам. Хорошо, если эти арканы смотреть с точки зрения работы и заработка, и вы на данном этапе не работаете, то здесь по этим картам это как получение денежных переводов. Причем по королю мечей официальных. То есть это официальные пенсии, субсидии, дотации, прочие вещи. Если же вы в статусе соискателя, то здесь по тройке жезлов, несмотря на страх, на какую-то сложность ситуации, работа здесь есть, здесь есть трудоустройство, но сложно будет адаптироваться в новом коллективе и в принципе к новому какому-то объему работ. То есть это будет сложно в первую очередь вам эмоционально. Если вы являетесь наемным сотрудником, то здесь по влюбленным и жигладь, и благодать, потому что поддержка, партнерство, может быть совмещение двух проектов, двух должностей, либо в принципе новый проект какой-то могут дать. Это также может идти новый контракт, новое соглашение, потому что по этим арканам поступит новая возможность продвижения по службе. Но и обратите внимание, тройка пентаклей и два рыцаря жезлов и вашим и нашим, да, то есть это говорит о том, что совместить приятное с полезным, и деловые, и личные взаимоотношения. Так, для тех, кто у нас ведет свой собственный бизнес, то для вас здесь по тройке кубка все замечательно. Работа спорится, дела делаются, все идет планомерно, новые контакты, новые возможности, переговоры, планы, развитие. Тройка кубка в карта радости, заключение новых договоров, потому что это карта общения, открытости, радушия и, собственно говоря, это упоение результатами своего труда. В плане состояния здоровья, здесь здоровье ваше стабильно, обращайте, пожалуйста, внимание, только, ну так, информация для тех, у кого нестабильным являются перепады давления, потому что здесь из-за адаптации, из-за перемен погоды могут у вас немножечко пошалить ваш организм. Так, что у вас здесь в негативе? Сейчас посмотрим и проясним эту ситуацию. Так, туз, пентакли, девятка мечей и пятерка кубков. Здесь очень большие страхи и переживания относительно финансовой стороны вопроса. У некоторых боязнь нехватки денег, у некоторых это, знаете, как страхи и переживания относительно того, что вы могли куда-то вложиться, теперь сможете, ну как, переживание, что вы не сможете вернуть деньги. Страх того, что вам деньги не отдадут, если у вас занимали. Или здесь переживание страхи относительно каких-то долгов, выплат, ипотеки, кредитования того, что здесь вас могут мочить там коллектора, простите, коллекторы, коллекторы, или же, в принципе, люди, которых вы эти деньги брали в долг. Тут в принципе, знаете, как пугает Финансовое положение вещей Нехватка ресурсов Вы боитесь, что будет дальше, куда двигаться Стоит ли браться за новые возможности Тут переживание, что не получится Какие-то новые проекты Очень нервничаете Но сейчас посмотрю, оправданно ли По тузу мечей К твоим проектам относитесь осторожно Потому что здесь действительно можете вложиться и прогореть Лучше все несколько раз просчитайте Перепроверьте, чтобы вы потом Не кусали себе локти И посмотрим с вами на совет По картам Королева жезлов это активность Это ваши амбиции, достижение целей Но обратите внимание Это вот медуза горгона Сколько у нее здесь змей на голове Это в первую очередь Достижение новых целей Но посредством третьих лиц То есть не только вы усилия прикладываете Но вот так умеете Вашу работу скомпоновать Проделегировать какие-то свои обязанности Собрать людей Проконтролировать процесс И добиться того, к чему вы стремитесь Так, сейчас посмотрим с вами Неожиданность периода Ценность Ну здесь в первую очередь акцент на том Что цените все то, что вы делаете Чем вы занимаетесь Не сравнивайте себя с другими Потому что ваша ценность Находится в вас В ваших действиях Вы также, знаете, как Оценяя свои усилия Себя, свою работу Свои вложения Являетесь ценами Как для Вселенной в целом Так и для людей Которые находятся рядом с вами Не обесценивайте себя Свои ресурсы Свой труд Свои вложения Ну и безусловно Делайте свою работу С любовью С душой Отдачу И тогда вы действительно Сможете добиться Процветания Неделя на самом деле Знаете, как Я не могу сказать Что она сложная Я вижу, что она просто Для вас напряженная В эмоциональном плане Связано это с работой С финансами То есть это, знаете Как может быть не совсем Стабильная финансовая ситуация И финансовое положение вещей Но тем не менее Ничего критичного Здесь нет Поэтому Как всегда Негативные аспекты Для вас перекрываю Позитивными Чтобы у вас была радость Была гармония Достижение целей И результатов Ну и безусловно Ресурсы на достижение Поставленных задач Вот то О чем вы так сильно Тревожились Беспокоились О чем вы так сильно Переживали Поэтому, девы Все у вас получится Сил вам вдохновения И рвения В рамках этого периода От вас я буду ждать Традиционно Обратной связи Как для вас Отыгрался расклад Насколько был полезным Информативным Дал ли какие-то Ключевые подсказки Поэтому пишите Жду от вас Энергообмена А для тех Кого интересуют Индивидуальные Консультации Или обучение На картах Таро То ссылки на мои Контакты Под любым Видеорядом Или же В шапке Ютуб-канала Я вас искренне Благодарю за просмотр Пусть неделя Вас непременно порадует И до новых встреч Субтитры подогнал «Симон»